В прошлом сезоне игрокам были доступны три пушки по плейлистам. Импульсная винтовка, гранатомёт и дробовик. Ни одна из них особо внимания не заслуживала, разве что пульса могла упасть неплохими относительно перками. Но в целом их было недостаточно для того, чтобы перекрыть тот недостаток оружия, который образовался в арсенале игроков после того, как огромная часть снаряжения засансетилась, то есть перестала иметь возможность прокачки до актуального уровня силы. В тринадцатом сезоне всё изменилось. Изменилось довольно сильно. Добавили больше легендарного оружия и даже почему-то синего, которое стоит того, чтобы его фармить. В этом видео мы коротко посмотрим на шесть новых оружий из трёх плейлистов Destiny 2. Всё это оружие падает случайным образом за завершение матчей или за обнуление рангов и открытие наградных анграм за рубеж, например. Две пушки из Гарнила, две из Налётов и две из Гамбита. Итак, жми кнопку подписки, если ещё не подписан. Это помогает каналу. Начинаем. Начнём с оружия, которое выпадает вам за завершение налётов. Первой пушкой импульсная винтовка Третья Аксиома. Это винтовка трёхсот девяностого архетипа. То есть она побыстрее, чем посланец, которому я посвящал прошлое видео на канале. И знаете, она мне чем-то напомнила одну из моих любимых в прошлом винтовок. Былые обиды из Гамбита. Только та была в первый слот, а эта обладает ещё и электрическим типом урона, что может вполне себе пригодиться в ПВЕ-активностях при соответствующем уроне. У них и правда немало общего. Тот же урон, та же дальность стрельбы, параметр стабильности и так далее. Единственное, в чём новая винтовка уступает былым обидам, это в размерах резервов. Но на основном оружии с белыми патронами я бы не застрял на этом внимание. Набор перков на винтовке довольно большой. На самом деле это касается многого оружия из плейлистов. У некоторых такой ассортимент возможных перков, что главной проблемой будет выформить тот самый ролл, что вам нужен. В последних двух колонках перков на выбор аж по 12 вариантов. Так что каковы шансы на гуд ролл, а? И всё же, если что-то советовать, то я бы остановился в этих столбцах на связке питающая ярость и полоса удач. Это наиболее универсальный и оптимальный набор перков, который можно использовать в большинстве активностей. Но как и в любом другом моём видео про перки, я не говорю, что только вот такой ролл. Нет, есть из чего выбрать. Но если вы хотите моей оценки, вы же смотрите это видео, то я жду вот примерно такую пульсу. Вторым оружием из плейлиста Авангарда в этом сезоне стала винтовка разведчика Вечные Тайны. Видимо какая-то отсылка к тому, что для меня Вечная Тайна, остаётся вопрос, почему винтовки разведчиков Destiny 2 уже третий год не могут получить баф в ПВЕ. Но несмотря на непопулярный тип оружия, эта пушка относительно хороша. В первый слот у нас есть, дозор из позапрошлого сезона, а вот во второй слот скаутки не было. А тут ещё и вот от Амалон. У типа этих винтовок немало фанатов, я знаю. Ну я среди них, да. И вот если в случае с импульсной винтовкой я грешил на то, что там так много возможностей для выпадающих перков, что достать хороший ролл будет сложно, то у Вечных Тайн с этим как раз наоборот всё удачнее. Перков хороших в пуле большинство, и тут скорее главной проблемой будет выбрать что-то одно, а не соблазниться и не засыпать хранилища сразу несколькими винтовками. Особенно это касается предпоследней колонки, в которой можно встретить систему автоспуска, убийственный вихрь, переполнение или быстрый удар. Так что под ПВЕ, а мы разумеется рассматриваем её только под ПВЕ, тут есть из чего выбрать на любой вкус. В последней колонке всё проще, тут выбор останавливается либо на киллерском магазине, либо на один за всех. Очень спорном перке, но в некоторых случаях всё же применимым. Возвращаясь к тому, что хочу себе я, и соответственно советую вам, то это связка убийственный вихрь плюс киллерский магазин. Идеально сработает во многих случаях. И может быть, даже если вы зачем-то сунетесь в горнило с этой винтовкой, то там тоже с этими перками что-то может получиться. И да, я не говорю про первые два столбца перков в оружии в этом видео, дабы не усложнять. Просто выбирайте тот ствол, который поможет вам увеличить дальность стрельбы или стабильность, в зависимости от личных предпочтений. Следующая пушка – плазменная винтовка Троичная система, которая может выпасть тебе за завершение матчей Гамбита или из наградных анграм Ускитальца. Тут снова сталкиваемся с историей кучи перков в последних двух столбцах. Среди них есть как и полный мусор, так и что-то интересное. Так что если вы любите плазменки и настроены пофармить Троичную систему, то возможно придется нелегко. Для PvP набора я бы остановился на Стрельба в скольжении или Быстрое извлечение плюс Запасной план. А для PvE – Излишки плюс Перк на урон, вроде киллерского магазина, рубаки или магазина для мультиубийств. Но надо сказать, что сама по себе плазменка не лучшая в своем классе, и фармить ее стоит только если у вас нет никакой ей альтернативы, вроде ледяного натиска с ивента Рассвет. На что уж точно стоит потратить время, так это на фарм револьвера Последний Доллар из все того же Гамбита. Это револьвер со 120 архетипом, который сейчас в мете в PvP. Низкая скорострельность и тонна урона. Все как ты любишь. И да, конская отдача, конечно. Для тех, кто играет на геймпаде советую стараться наролить револьвер с абсолютом на стабильность, чтобы хоть как-то попытаться изменить отдачу. А вот в остальном же, тут снова сложность в разнообразии. Кто помнит, как долго нам приходилось фармить лишний паек полтора года назад. Ну так вот, тут попахивает возвращением этой истории. Точно так же в Гамбите падает револьвер очень редко. Я пока целенаправленно не фармил, но сколько играл в Гамбит в этом сезоне, выпал мне только один с максимально поганым набором перков. Но даже с этим револьвером я умудряюсь изображать что-то типа перестрелок в горнила и испытаниях. В предпоследнем столбце меня бы устроили изгой, дальномер, быстрое извлечение или питающая ярость. Ну или относительно новый убийственный вихрь. В последней ячейке фугасный снаряд, полоса удач, магазин для множественных убийств или первый выстрел на крайняк. Ну это так. Если бы я составлял из сегодняшнего оружия какой-то топ, то этот револьвер был бы точно на первом месте. Определенно мастхэв. Что там падает в горнила? Пистолет СТОН. Да, СТОН. Неважно. Я думаю, на этой пушке мы задерживаться не будем. Все же пистолет из горнила. Я конечно буду очень удивлен, если где-то в середине сезона окажется, что он станет метовым и вообще всем надо будет его выбить, но пока что ничто не предвещает. Тут опять же полно перков и я бы не сказал, что многие из них хороши. Я бы остановился на паре излишки плюс магазин для множественных убийств или постижения дзен. Знаю, что на консолях некоторые играют с этим типом оружия, так что перк на стабильность тут точно не помешает. Вторая же пушка из горнила. Снайперская винтовка Замороженная орбита, высокоимпактная снайпа, которая вполне себе интересная. Да, мне опять самому с роллом на нее не повезло, но те кто более удачлив сообщают, что если на снайпе есть перк киллерский магазин, то с его активацией можно щелкать стражей в пвп просто в тело. Звучит как достаточный аргумент для того чтобы формить ее, да? Беда лишь в том, что перки быстрое извлечение или быстрый прицел, которые на снайперках просто необходимы для игры в пвп, лежат в той же колонке, что и киллерский магазин. Так что такой красивой связки не увидеть. Ну и ладно, чем-то же нужно платить за убийство в тело, будем считать, что это в пользу баланса. И если в последней колонке у нас киллерский магазин подразумевается, то в предпоследнюю колонку ролим изгой или убийственный вихрь. Кстати, по правде говоря, эту снайпу я бы мог представить и в качестве пве пушки из-за ее урона. Тогда бы нам уже подошла связка тройной выстрел в предпоследний и стрижающее оружие в последний. Такие дела. Есть еще немало нового оружия, и я обязательно расскажу о каждом из них. На следующей неделе, например, начнется железное знамя, там тоже есть что интересное. Чтобы не пропустить видео, подпишись и прожми колокольчик. Ну и до связи.